Добрый день! Сегодня я вам расскажу, чем отличаются аукционы от публичного предложения. На примере здесь торги будут по банкротству. Давайте посмотрим сначала аукционы. Так, вот аукцион. Это электронная площадка, на которой размещается лот, город Краснодар и жилое помещение. Вот, на любой электронной площадке вы можете найти вот такие параметры. Это как начальная цена и шаг аукциона. Начальная цена свидетельствует о нижней ценовой планке, которую установил конкурсный управляющий. Ниже этой ценовой рамки, соответственно, объект на данный момент стоить не может. Все участники аукциона, делая свои ставки, должны учитывать шаг аукциона. Вот он, шаг аукциона. Шаг аукциона, он здесь тоже обозначен. И не может быть ниже, или вернее меньше, шага, который также установил конкурсный управляющий. Шагов может быть бесконечное количество. Вот. И с этими, как бы, шагами формируется цена. Цена лота, по которой он будет продан. Больше шага аукциона ставить можно, меньше шага аукциона ставить нельзя. Когда вы будете уже на аукционе, там, как правило, автоматически от последней цены прибавляется данный шаг. Вы либо подтверждаете следующий шаг, ну, либо вбиваете свою какую-то цену. А вот это публичное предложение, тоже электронная площадка. Значит, на публичном предложении цена падает вниз. Вот. Эта цена, и она спускается вниз. Есть верхняя цена, и, соответственно, нижняя цена. Есть интервалы времени, исходя из которых происходит ценовое снижение. По цене. Давайте допустим, что вот она, цена на данный момент составляет вот 4 миллиона 567 тысяч рублей. Вы на площадку кидаете заявку. Какую цену вы можете указать? Вы можете указать цену не ниже той, которая сейчас находится на периоде. Выше можно, ниже нельзя. Вот, в общем-то, и вся разница между аукционами и публичными предложениями. На аукционе вы сразу заходите на цену, которую указывает конкурсный управляющий. На публичном предложении вы ждете период, который вас по цене устраивает, и далее уже даете свою цену. При этом любую. Она может быть даже выше, чем, допустим, первая. Правила работы на аукционах и на публичных предложениях, в общем-то, они одинаковые. Лот оценивается, делается рыночная оценка лота. После чего для себя вы понимаете, какая цена вас устраивает. На аукционе вы не даете выше этой цены. На публичном предложении вы в заявке сразу указываете ту цену, которая вас устраивает. Ну, а дальше уже по ситуации. Могут вас, как бы, перебить в плане ценовой позиции. Но вполне возможно, что вы выиграете. Продолжение следует...